Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. В сегодняшнем видео я расскажу вам про индикатор напряжения и тока, или другими словами, вольт-амперметр D52-2042, устанавливаемый на Динрейку. Скажу сразу, что данный вольт-амперметр я приобрел на известной торговой площадке Алиэкспресс. Ссылочка на него будет в описании под видео, чтобы протестировать и написать о нем соответствующий отзыв. Зачем? Да потому что точно такими же устройствами торгует компания Меандр, только под маркировкой War M01. Правда, сейчас у них вышли уже более модернизированные и компактные версии War M01-08 и War M02, но функционал и технические характеристики остались практически прежними. Между собой устройства D52-2042 и War M01 от Меандр абсолютно одинаковы, как по внешнему виду, так и по техническим характеристикам. Но вот по стоимости у них явно имеются различия. Цена китайского экземпляра составляет около 850 рублей, а War M01-08 от Меандра стоит примерно 1900 рублей. Эта цена взята розничная цена с сайта ЭТМ на дату публикации видео. То есть разница между ними по стоимости составляет почти в 2,5 раза. Ну вот такая вот упаковка у данного вольт-амперметра. Вольт-амперметр измеряет напряжение и величину переменного тока. Показания измеренных величин отображаются на дисплее. Получается очень наглядно и информативно. Предел измерения напряжения составляет от 80 до 300 вольт. Предел измерения тока от 0,1 ампера до 99,9 ампер. Погрешность измерений 1%. Потребляемая мощность прибора составляет 1 ватт. Температура эксплуатации от минус 25 до плюс 55 градусов. Степень защиты корпуса ИП-40. Габаритные размеры. И заявленный срок службы не менее 8 лет. Как я уже говорил в самом начале статьи, цифровой вольт-амперметр крепится на стандартную Динрейку. Вот здесь установлена такая же Динрейка. И он, как и другие модульные устройства, крепится на такую же Динрейку. Устройство занимает 3 модуля, то есть имеет ширину 54 мм. Более современные вольт-амперметры, те же ВАР М0108 и ВАР М02 от Меандр, имеют ширину от 1 до 2 модулей. Но если у вас места в щитке предостаточно, то данный факт можно и не брать во внимание. На дисплее расположены цифровые светодиодные индикаторы, отображающие измеренную величину напряжения. Вот вы сейчас видите, напряжение в сети составляет 231 вольт. И индикатор тока зеленым цветом. Сейчас нагрузка в сети составляет 0 ампер, потому что ничего в данный момент не включено. Индикаторы достаточно яркие и их хорошо видно даже в солнечный день. Информация отображаемых значений на дисплее изменяется с дискретностью в 2 секунды, что вполне достаточно для такого рода устройств. Схема подключения вольт-амперметра D522042, а также его основные технические характеристики, указаны прямо на его корпусе. Правда на китайском и английском языках. У рассмотренного вольт-амперметра имеются 2 клеммы для подключения контролируемого напряжения. То есть на клеммы 1 и на клеммы 2 необходимо подключить фазу и 0 контролируемого напряжения. Данным клеммам можно подключать проводники до 4 квадратных миллиметров. Насколько я осведомлен, то резьба у зажимной клеммы рассматриваемого устройства совсем слабая. Поэтому при затяжке сильно не переусердствуйте, иначе ее можно сорвать. Хотя никаких гарантийных пломб на корпусе у китайского экземпляра нет. Поэтому доступ вовнутрь открыт, то есть доступ вовнутрь всегда открыт, и испорченную резьбу можно всегда восстановить. Ток измеряется бесконтактным способом с помощью встроенного трансформатора тока. Для этого через имеющееся в корпусе прибора сквозное отверстие размером 10,5 мм необходимо пропустить проводник. И неважно в какую сторону, сверху, вниз или наоборот. То есть вот у меня со счетчика проходит пропущен через вольт-имперметр проводник. Вот он выходит и уже уходит дальше на автоматы. Кстати, размер сквозного отверстия позволяет пропустить через себя проводник до 25 квадратных миллиметров включительно. Вот пример установки и подключения вольт-амперметра в квартирном щите. Подключил я его сразу же после вводного автомата и счетчика, чтобы контролировать напряжение и ток нагрузки на вводе в квартиру. Напомню, что пересчетчиком разрешается устанавливать в одной автомат или другой коммутационный аппарат. Будет это выключатель нагрузки, пакетный выключатель, предохранитель и тому подобное. Главное это не забыть его потом опломбировать. В моем примере для опломбирования я применил уже известные вам пластиковые заглушки от EEC. Вот эти вот желтые заглушки. Про них у меня есть отдельное видео. Фаза приходит сначала на вводной автомат, с вводного автомата уходит на однофазный счетчик. С однофазного счетчика проходит через сквозное отверстие вольт-амперметра и приходит на отходящие автоматы. Ну, 0 приходит на счетчик электрической энергии, далее уходит 0 на нулевую шину в щите. Для защиты самого вольт-амперметра я установил автоматический выключатель с номинальным током 10 А. Также можно вместо 10 А установить автомат 6 А, но такого в наличии у меня не нашлось. Тут и вовсе не устанавливает для вольт-амперметра отдельный автомат, и он остается под защитой вводного автомата. Но я не сторонник такого решения. С данным автоматом у меня подключена фаза на клемму 1, вот она перемычка, то есть эта фаза подается. А 0 для вольт-амперметра берется с нулевой шиной. Ну и второй автомат, это уже запитанная от него розетка. Сюда я буду подключать нагрузку, чтобы показать вам индикацию тока. В качестве нагрузки я подключу утюг. Как видите, напряжение в сети в данный момент времени составляет 222-223 вольта, а текущая нагрузка составляет 9 А. Кстати, читал на просторах интернета, что лишний ноль перед показаниями тока мешает восприятию. Для кого как, но лично мне это нисколько не мешает и не запутывает. Производитель вольт-амперметра заявляет относительную погрешность устройства 1%. Давайте проверим это с помощью моих поверенных в Ростесте приборов мультиметра АПА-97 и электроизмерительными клещами ДТ-266. Как видите, показания напряжений практически совпадают. А вот при измерении тока имеется небольшая погрешность. Порядка 4-5%. Ничего страшного я в этом не вижу. А что еще нужно для бытового применения? Мы же не собираемся платить за электроэнергию по показаниям вольт-амперметра. Большой точности здесь и не нужно. В заключении статьи хотел бы сказать, что вольт-амперметр это всего лишь прибор индикации напряжения и тока в сети. Если вам нужна более полноценная защита от отклонения напряжений, то рекомендую дополнительно с вольт-амперметром использовать реле однофазного напряжения. Ну, например, RV32A от EKF. О нем у меня есть снято отдельное подробное видео. Либо RN113 или RV302 от Novotek Electro. В ближайшее время о них тоже будет. Я сниму отдельное видео. Распространенные УЗМ-50М или УЗМ-51М от Meander и другие. Среди трехфазных реле напряжения могу отметить V-Protector 380V от DigiTop. Реле контроля трехфазного напряжения EL11 или EL12. RNPP311 от Novotek Electro и другие. А вы устанавливаете в своих счетах устройства индикации параметров сети? Если да, то каких типов и производители? Поделитесь с нами в комментариях под данным видео. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok